МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необходимо признать, что, как и всех наших соседей по Евросоюзу, нас захлестнуло внезапное ускорение эпидемии. Кажется, что вирус набирает силу вместе со снижением температуры воздуха. Мы все в Европе потрясены эволюцией вируса. Некоторые страны приняли более строгие меры, чем мы. Однако мы все оказались в похожей ситуации, накрытой второй волной. Теперь мы знаем, что она будет более тяжелой и более смертоносной, чем первая. Детские сады и школы останутся открытыми, студенты будут учиться онлайн. Закрываются все кафе, рестораны и непродуктовые магазины. Мнения жителей по поводу локдауна разделились. Для некоторых ограничительные меры приемлемы, а вот для предпринимателей нет. Владельцы салонов красоты, например, опасаются еще больших потерь. Я не могу сказать, правильно это или нет. Это очень трудное решение. Но в любом случае я могу понять правительство, учитывая нынешнюю эпид-обстановку. Даже если последствия будут для многих трудными, в экономическом плане здоровье важнее. Трудно сказать себе, мы снова закрываемся, мы снова теряем все. Кухню, наше сырье, товары. Сократим персонал. Это сложно для нас, для наших клиентов. Немецким мастерам повезло больше, парикмахерские остаются открытыми. В Германии также вводят карантин по всей стране, но более мягкие, чем во Франции. Со следующего понедельника в республике на месяц. В свои двери закроют рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, косметические студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей. И одно из самых главных правил. Жителям будет необходимо минимизировать контакты. При этом детские сады и школы остаются открытыми. Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства. Максимально это 10 человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринах будет контролироваться более жестко. Если по суточному приросту в Европе лидирует Франция, то самая высокая смертность от коронавируса наблюдается в Великобритании. Власти королевства вводят локальные карантины. С полуночи карантин начнет действовать в Нотингеме. На карантин ушли еще 4 испанских региона. Въезд и выезд из них теперь возможен только по уважительным причинам. Таковыми считаются поход в больницу, на работу или учебу. Также можно навестить родственников, которым необходима помощь. Напомню, сейчас в Испании действует режим повышенной готовности. Он предусматривает, в частности, комендантский час на всей территории. Если распространение вируса продолжит расти в течение следующих двух недель, вполне возможно, что к середине или третьей недели ноября мы окажемся в критической ситуации. Отделение интенсивной терапии не справится с потоком пациентов. В Италии за последние сутки выявили рекордное количество заражений коронавирусом почти 25 тысяч. Прирост наблюдается на севере Ломбарди и Пьемонти, которые сильнее всего пострадали от ковида весной. В стране закрывают кинотеатры, театры и спортклубы. Рестораны и бары продолжают работать, но только до 6 часов вечера. Между тем, эксперты считают, что зоной наиболее высокого риска заражения является общественный транспорт. Несмотря на ужесточение ограничительных мер, автобусы и метро остаются переполненными в часы пик. По вечерам в час пик у нас часто переполнены автобусы. Мы очень рискуем, но нам нужно добраться до работы. Мы носим маски, везде берем с собой антисептики для рук. Это новая реальность, но мы надеемся, что эпидемия скоро закончится. Я видела, что поезд был полон, поэтому я ждала 10 минут, чтобы сесть на следующий, в котором было меньше людей. Субтитры создавал DimaTorzok